Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Лариса. Несколько месяцев назад я снимал видео о том, как я сделал автоматику для управления климатическими камерами для созревания сыров и сыровяленных колбас. Автоматику тогда я сделал на основе процессора китайского контроллера Lilitech ZL5801A. Ссылку на видео с обзором функции этой автоматики я размещу в описании видео. Также в описании видео вы найдете ссылку на скачивание инструкции на русском языке по монтажу и по программированию контроллера 7801A. То есть я нашел эту инструкцию, я ее немножко переделал с учетом, но она была написана, вернее не написана, а переведена автопереводчиком, я ее перевел нормально. Теперь сейчас понятно здесь, как программировать функции. Самая сложная у всех, самую большую сложность вызывала программирование таймера, который запускает и выключает вентиляцию в камере. В этой инструкции сейчас все расписано подробно и даже человек, который возьмет первый раз в руки этот контроллер, совершенно спокойно запрограммирует его, никаких проблем не будет. Сама автоматика не представляет из себя ничего особенного. То есть это контроллер, который управляет тремя функциями температурой в холодильнике, а именно поддерживает температуру в холодильнике не 5, не 6 градусов, на что рассчитан холодильник, а 10, 11, 12, 13 градусов. Ту температуру, которая надо для данного рецепта, созревание сыров или сыровяленных колбас. Также поддерживает влажность и включает вентиляцию. Влажность поддерживает с помощью любого бытового увлажнителя воздуха и включает вентиляцию. Допустим, нам надо, чтобы колбаса или сыр у нас проветривался или обдувался 5 минут в час. Значит мы программируем 5 минут в час и вентилятор, который вы устанавливаете в холодильник. Обычный кулер на 220 вольт обдувает вашу колбасу. В общем, я это уже углубился в объяснение. В прошлом видео я предложил тем, кто не хочет заморачиваться, собрать эту автоматику для них, озвучил цену, сколько она будет стоить, получил большое количество заказов, ну и собственно говоря, сделал большое количество консультаций. Если нужны консультации по вопросу, как ее сделать, пожалуйста, обращайтесь. И в процессе обсуждения возник один вопрос. Когда у нас небольшая камера для созревания сыр реальных колбас и мы туда загружаем много колбас, то у нас становится вопрос не повышения влажности, а понижения влажности. Я заморочился этим вопросом и нашел решение. Немножко доработал эту автоматику. Сейчас расскажу как. В первую очередь я покажу, я технически ее доработал, добавил несколько фишечек. Сейчас покажу, что я сделал. Собственно говоря, по мелочам. Я добавил сюда выключатель, который включает и выключает сам контроллер. И смотрите, когда вы будете подключать, если вы будете собирать ее сами, не подключайте этот выключатель на силовую цепь, на общий вход, а подключайте именно на цепь питания контроллера. Тогда все будет работать адекватно. Потому что если вы подключите выключатель на общий вход, суммарная нагрузка холодильника, увлажнителя и вентилятора может достигать 2 кВт, не всякий выключатель это выдержит. А если вы подключите именно на вход питания контроллера, то есть не на силовой вход, а на вход питания контроллера, то любой, даже самый маленький микрик, тут потребляемое напряжение, ну вообще минимальное, там меньше чем 100 Вт, поэтому любой выключатель совершенно спокойно выдержит. Следующее, что я сделал, для подсоединения датчика температуры и влажности, я долго не мог придумать, тут 4 провода идет на этот датчик, долго не мог придумать, какой разъем использовать. Хотел использовать разъем от смартфона 3,5 мм, пальчиковый на 4 контакта, но мне он показался ненадежным. Выход я нашел следующий. В радиомагазинах, на радиорынках продается разъем для подключения микрофонов 4-пиновый и вот такое же гнездо на корпус. Выглядит очень аккуратно и теперь стало удобно вводить датчик в камеру, то есть можно просверлить отверстие в холодильнике, ввести датчик, не надо ничего разбирать, отключать. Ну вот такие технические доработки, совершенно минимальные. Теперь, что касается самого лейтмотива этого видео. Как я уже говорил, камера для созревания колбас. Допустим, мы взяли холодильник, можем переделать даже старый холодильник советский, типа Донбасс или Днепр. Он будет адекватно работать. Я уже пробовал, переделывал, все получается. Получается отличная камера для созревания сыровяла и домашних сыров. Так вот, взяли, переделали холодильник. Устанавливаем нужную влажность, нужную температуру. Устанавливаем вовремя обдув. Загружаем туда много колбасы, ну больше половины объема. И у нас влажность подскакивает, приближается к 100%. То есть за счет того, что колбаса отдает влагу, влажность становится очень высокая. Обдув не спасает. Нам надо организовывать вентиляцию. То есть если вы делаете это не часто, то единственный выход, естественно, не полностью загружать холодильник, не загружать его до такой степени, тогда будет спасать обдув, который мы устанавливаем не на 5 минут в час, а допустим на 15 или на 20 минут в час. То есть или даже полчаса работает, полчаса выключен. Но если вы делаете это постоянно, или у вас огромный холодильник, какой-нибудь там двухстворчатая витрина, которую вы приспособили и делаете крафтовую колбасу на продажу, тогда вам надо организовывать вентиляцию. Что я сделал? Я изучил рынок этих контроллеров, нашел контроллер 7801 с индексом С, который имеет два таймера. Таким образом, что мы можем делать? Мы можем управлять температурой, можем управлять влажностью, можем управлять вентилятором. Дополнительно мы в нашу камеру можем строить еще обычный канальный вентилятор для вытяжки и запрограммировать вытяжку для понижения влажности. Допустим, чтобы выбрасывать из холодильника влажный воздух, к примеру, 2-3 минуты в час. Таким образом, у нас получается, температура контролируется, влажность контролируется, обздув, допустим, у нас включается на 5 минут в час. А четвертым таймером мы запускаем вытяжку, которая выбрасывает очень сильно насыщенный влагой воздух, к примеру, 2 минуты в час. Мы понижаем влажность и приходим к нормальной, оптимальной влажности в камере для созревания. Но, повторяю, друзья, если вы делаете одну-две палочки колбасы, это совершенно не нужно. Это нужно именно для больших камер, для больших объемов, для того, когда вы делаете на продажу, когда вы делаете постоянно, когда у вас камера постоянно загружена. Вот в таких случаях используйте ссылку на контроллер, контроллер вот этот вот ZL7801C, я размещу в описании видео. Покупайте этот контроллер и используйте два таймера. Все просто и вопрос решается. Ну или, как бы, опять же, можете заказать эту штуку у меня. Я могу, если у вас там нет времени или нет возможности возиться с ее сборкой, можете заказать ее у меня. Я ее для вас соберу совершенно без проблем. Отправляю, уже есть опыт отправки и в Литву, и в Грузию, куда еще, в Россию отправлял, в Великобританию отправлял, в Польшу отправлял. Ну, в общем, в основном заказывают почему-то люди из-за границы. Чем будет отличаться? Контроллер по виду точно такой же, просто этот у нас с... А, этот вот с индексом C, кстати, я уже их заказал и поставил. Просто, если вам надо вентиляция, здесь будут 4 розетки, а не 3. Еще такой момент. Я, как бы, когда собрал эту штуку, я не знал, там, будут ее заказывать, не будут. Просто собрал, поделился тем, что я сделал. Ну и сказал так, что я могу собрать ее под заказ. Естественно, у меня не было запчастей. Я сказал, что если кто-то хочет заказать, то я для вас закажу запчасти в Китае, они придут и я соберу. Так как я получил там уже какое-то, ну, достаточно приличное количество заказов, я уже контроллеров купил так, чтобы они у меня были в наличии. И поэтому сейчас сборка автоматики занимает 2-3 дня. То есть, если вы хотите заказать, за 2-3 дня я ее для вас соберу и отправлю по указанному вами адресу. Ну, вот, собственно говоря, все, друзья. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео было для вас полезным. Подписываемся, чтобы ничего не пропустить. Всего доброго, пока!